К другим новостям. Жители аула Тугас-Кудук пьют талую воду. Несмотря на символичное название поселка, 9 колодцев, уже вторую неделю жители остаются без питьевой воды. Все дело в том, что на местном водопроводе случилась крупная авария. Сельчане возмущены, а вот Аким поселка обещает помочь землякам. Наши корреспонденты выехали на место события. Специальный репортаж Аиды Ибраевой. Уже вторую неделю жителям поселка Тугас-Кудук приходится добывать себе воду таким вот способом. Сегодня для сельчан талая вода – это единственная возможность прокормить семью и вести хозяйство. Авария, произошедшая на местном водопроводе, до сих пор не устранена. Растапливание снега – это крайняя мера для выживания. Почему это происходит в поселке, в котором проживает около 2000 человек, вызывает у сельчан недоумение. Например, я беременна. Завтра, когда родится ребенок, чем я буду пеленки стирать? Снегом? Самая большая проблема – это вода. Вода бьет с того места, но там, где мы копаем – большой разрыв. Теперь мы роем дальше, и как только найдем место прохождения водных путей, сразу дадим воду. У нас аул, в котором есть колодец, но нет воды. В котором есть машины, но нет дорог. В соседних аулах у всех все есть. Спасибо, нам помогают. Но нужно же думать о людях, о народе. Как мы должны жить без воды? Мы только о людях и думаем, заверяет журналистов местный Аким Бесимбек Биембет. В понедельник мне сообщили, что произошла авария. С понедельника мы пытаемся решить эту проблему. Три дня, пока был буран, вся техника находилась здесь. И даже люди, которые там работают, приезжают в Суштубе. Вот уже несколько дней они решают эту проблему. Вся загвоздка в том, что около полтора метра земли просто замерзла. Мы подожгли уже 20 баллонов, но результатов пока нет. Причина отсутствия воды ясна. Впрочем, для жителей Тогас-Кудулка это не утешение. Ведь талая вода может послужить источником многих инфекционных заболеваний. Айда Ибраева, Толя Генрошитов, Марат Култенов, Первый Карагандинский.